Когда-то еще в советское время денег было достаточно, а вот купить, откровенно говоря, ничего не могли. Товар был в дефиците, вспоминает старшее поколение. Зато сегодня на полках ассортимент богат, да только стоит это все недешево. Приходится экономить, но делать это все сложнее и сложнее. Продукты и те дорожают день ото дня. Знаете, зарплаты-то не растут, поэтому все сложнее и сложнее становится покупать продукты. Хорошего качества особенно, поэтому сложно. Все подорожало почти в два раза. И так незаметно, главное, вроде идешь, одна цена раз, и в два раза уже цена. Если дети помогают, то хорошо хватает. Если никто не будет помогать, конечно, тяжело прожить на такую пенсию. По последнему подсчету Росстата в июне неожиданно резко подорожали шоколадные конфеты, фруктово-ягодные консервы для детского питания и карамель на 0,5%. Цены на свинину и баранину выросли почти на 2%. Но люди и без всякой статистики ощущают изменение стоимости на своем кошельке. Месяца два назад мы вот эту колбасу торговали 485 рублей. То сейчас мы эту колбасу продаем 506 рублей. Это порядка 20 рублей с килограмма выросла стоимость колбасы. Больше всего подорожали овощи. Так, картофель по сравнению с предыдущим месяцем вырос в цене на 20%. Белокочайная капуста на 14%. Стоимость свеклы и вовсе удвоилась. А вот одним из продуктов лидеров по повышению цены стала морковь. О ее подорожании спросили даже у президента России. Во время прямой линии с Владимиром Путиным люди изумились. Мол, эквадорский банан стоит ровно столько же, сколько и сибирский овощ. Сейчас на Барнаульском рынке бананов не найти и не сезон, но есть апельсин. Африканский апельсин килограмм стоит 110 рублей. Это столько же, сколько и морковь. Предприниматели небывалый рост цен объясняют несколькими факторами. Определенную роль сыграла сезонность. Овощи на грядках у жителей пока не появились. Поэтому прошлогодний урожай, который и без того был небогатым из-за засухи, продается дороже. С другой стороны, ту же морковь с рынка сегодня сложно назвать сибирской. Уже новый урожай привозят из Краснодара и даже Израиля. Отсюда и цена. Зависит от посетителей. Как они придут, так же. Где дешевле приходят, где дороже. Вместе с тем, по словам предпринимателей, растут общие издержки на производстве. Цены комплектующих, материалов стремительно взлетели. Что не могло не сказаться на стоимости конечной продукции. Малый бизнес от тенденции к росту тоже терпит неудобства. Есть задержки в заработной плате. Поэтому мы между молотом и наковальными находимся. Стоимость персонала дорожает, себестоимость растет. Малый бизнес сейчас работает в убыток. Зато вовсю процветают торговые сети и агрохолдинги, которые превратились в монополии, говорят эксперты. Они поясняют, что последним конкуренции нет, поскольку законодательство ограничило присутствие на рынке тех же садоводов и небольших сельхозпроизводителей. А монополия вместе с тем только повышает цены в погоне за большей выгодой. На мой взгляд, решением могло бы быть ограничение присутствия торговой сети. И мы уже не раз выступали с такой инициативой. Например, присутствием, не более совокупным присутствием торговых сетей в муниципальном образовании, не более 50%. А 50% это уже наши алтайские предприниматели, которые создают магазины придомовой торговли. То есть они будут тем самым создавать нормальную, здоровую конкуренцию. Обеспечить эту самую конкуренцию, по мнению предпринимателей, могли бы поправки в законодательстве или антимонопольная служба. В настоящее время признаков нарушения антимонопольного законодательства на агропродовольственных рынках алтайского края не выявлено. Граждане могут обратиться в управление в случае выявления необоснованного роста цен на продукты питания, либо наличия признаков сговора продавцов. Тем временем рост цен стал драйвером июньской инфляции. Она возросла до 6,5% к аналогичному месяцу прошлого года, при постоянной цели Банка России держаться вблизи 4%. Экономисты говорят, с такими темпами миру не избежать глобального кризиса. Поэтому пришло время важных решений. Правительство у нас направляет, США допустим, направляет денежные средства непосредственным конечным потребителям, то есть населению. Наше правительство придерживается другой тактики поведения. Оно помогает точечно семям, попавшим в тяжелую ситуацию, ну и плюс там идет навстречу малому, среднему бизнесу. Ну, как показывает практика, не все могут воспользоваться. Ну, а крупному бизнесу всегда помогало правительство и помогает, в первую очередь банковской системе. Банк России принимает решения в рамках своей денежно-кредитной политики, изменяет свою ключевую ставку, тем самым влияет в данной ситуации на изменение совокупного спроса, снижается давление на инфляцию различных факторов. Но способно ли одно лишь повышение ключевой ставки, снизить темпы инфляции? По мнению экономистов, этого недостаточно. Без комплексной поддержки экономики, возрождения собственного производства, каждый последующий кризис будет бить по карманам россиян все сильнее. Что касается населения, то ему, считают эксперты, стоит подготовить подушку безопасности. Финансовый кризис ударит уже этой осенью. Один из выходов для жителей нашего аграрного края – обзавестись подсобным хозяйством или хотя бы собственным огородом. Анна Рашигирова, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.